Всем привет! Некоторые игры покоряют не только геймплеем и сюжетом, но и своей особой атмосферой. Мы уже делали ролики про самые атмосферные игры. В этот же раз я расскажу про 15 самых мрачных, по нашему мнению, игр, которые вышли за последние годы. А начну я с Creepy Tale 2. Это мрачное приключение, вдохновленное сказками братьев Гримм. Действие разворачивается в безымянном королевстве, где главному герою предстоит отправиться в путешествие, чтобы спасти свою младшую сестру от злых сил. Игра полна головоломок и страшных сценок, а выживание будет зависеть только от смекалки. В отличие от первой части, появились диалоги, сюжет и даже озвучка. Серия Люциус. Сюжет здесь рассказывает историю одного маленького мальчика, сына Люцифера. Когда ему исполняется 6 лет, батя преподносит ему в качестве подарка сверхъестественные силы, вроде подчинения людей своей воле, пира и телекинеза. Взамен же мальчик должен оказать ему маленькую слугу. Убить всех, кто проживает с ним вместе в особняке. Несмотря на то, что в этом особняке и происходит вся игра, нашему порождению зла будет где развернуться. Территория довольно обширна. Салли Фейс. Эта игра представляет из себя трогающую и шокирующую детективную историю с примесью хоррора и мистики. Главный герой был пойман за несколько убийств и перед вынесением ему приговора он рассказывает свою правдивую историю психологам и журналистам. Да такую историю, которую верить очень тяжело. Демоны, призраки, пришельцы, культисты, каннибализм, параллельные реальности, убийства и драма с тяжелой судьбой главных героев. Здесь будет все. Амнезия. Возрождение. Продолжение хоррор серии Амнезия. Событие новой игры развернется в пустыне Халжира, где главной героине предстоит пройти через отчаяние и боль, исследуя пределы человеческой выносливости. Как и в других играх серии, здесь нам предстоит скрываться от непобедимого врага и разгадывать головоломки, пытаясь справиться с последующим ужасом. Новая Амнезия пугает, рассказывает убедительную историю и во многом опирается на первую часть, но при этом игра стала намного продуманнее и глубже. Франбоу. Психоделическое приключение, которое явно не предназначено для детей. Здесь главная героиня теряет своих родителей и оказывается в психиатрической лечебнице, где методы лечения нельзя назвать продуктивными, ведь из-за них девочка постоянно видит кошмары. Ей предстоит сбежать с лечебницы и добраться до единственного места, которое можно считать домом – поместье своей тети. Игра содержит массу элементов ужасов, но геймплей типичен для жанра point-and-click. Нам предстоит передвигаться между локациями, взаимодействовать с героями и решать простые головоломки. A Black Tale. Innocence. Приключенческая игра, событие которой разворачивается в период чумы XIV века, где нас отправляют во Францию и расскажут историю девчонки. И младшего брата, которые вынуждены спасаться от инквизиции, а также от черной смерти. Здесь нам предстоит пробираться через улицы, заполненные трупами и по другим мрачным локациям. В основу геймплея входит решение различных головоломок, для чего нередко придется использовать источники света, которые могут отогнать крыс или же наоборот привлечь их к охранникам. Dreadhanger. Это многопользовательская игра выживания в сеттинге XIX века, где 8 игроков отправятся в путешествие по Арктике. Чтобы выжить, им придется действовать сообща, но не все так просто. Двое участников миссии – предатели, которые стремятся уничтожить остальных членов команды. Пока исследователи собирают ресурсы и ремонтируют корабль, предатели портят еду, устраивают диверсии и даже занимаются темной магией. Сейчас игра находится в раннем доступе, но уже стала довольно популярной. The Walking Dead – это полный сборник всех четырех сезонов знаменитого игрового сериала, который включает не только игры, но еще и многочисленные бонусы и спин-оффы. А еще одной особенностью является обновленный визуальный стиль, который стал более мрачным и приближенным к духу оригинального комикса. Теперь наслаждаться историей взросления Клементины в мире зомби-апокалипсиса станет еще интереснее. Здесь мы повстречаем первого зомби, переживем предательство и гибель друзей, порадуемся незначительным, но очень приятным моментом. И, наконец, отпустим повзрослевшую героиню в самостоятельное путешествие. Если ты ищешь трогательную историю с нотками хоррора, то ты ее нашел. The Medium – запоминающийся хоррор с элементами детектива и фантастики, а также великолепнейшим сюжетом. Действия игры происходят в отеле и на прилежащей к нему территории. Мы выступим в роли медиума и будем пытаться узнать всю правду о себе и постоянно повторяющемся сне, в котором убивают девочку. Если сюжет поначалу кажется вялым и непонятным, то в середине игры все начинает становиться на свои места, а концовка вызывает массу эмоций от неожиданных поворотов. Основная фишка в разделении экрана на два мира – реальный и потусторонний. Когда, например, нужно что-то сделать в одном мире, чтобы открыть дверь в другом. На этом завязана добрая часть геймплея. Darkwood Обычно в играх жанра survival horror гораздо больше от хоррор, чем от survival. Разработчики зачастую просто добавляют несколько характерных для выживалок черт и на этом все заканчивается. Это игра про выживание в лесу и отличный ужастик. Причем оба компонента разработчики добавили в равных пропорциях. Итак, мы оказываемся в жутком лесу, где на каждом шагу подстерегают опасности. Днем ваша задача раздобыть как можно больше вещей, которые могут пригодиться ночью. Ведь когда на лес спускается тьма, начинается настоящий ад. Здешние места и при свете солнца не очень-то дружелюбны. В лесу на вас будут нападать животные и даже ядовитые грибы. Но ночью все местные обитатели, включая потусторонние сущности, просто сходят с ума от жажды крови. Little Nightmares 2 Коррор, в котором нам предстоит окунуться в историю 9-летнего мальчика с коричневым бумажным пакетом на голове. На протяжении всего прохождения протагониста будет сопровождать шестая, главная героиня первой части. Оба персонажа оказываются в Бледном городе. Это полуразрушенный мегаполис с множеством искаженных зданий, в котором постоянно идут дожди, а также царит тьма и туман. Нам придется сражаться со многими врагами, например, фарфоровыми куклами и манекенами с протезами в разных частях тела. А также решать различные загадки, дабы добраться до маяка, где и спрятан источник зла, расползающийся по всему миру. Дарк В то время как Little Nightmares – это кошмар наяву, Дарк переносит нас в мир снов, куда попал протагонист. Тут его ждут жуткие существа, мрачные локации, а еще головоломки, для решения которых необходимо постоянно менять перспективу, взаимодействовать с объектами и перестраивать мышление. Это умная и захватывающая игра с атмосферным саундтреком и уникальным визуальным стилем. В нее обязательно стоит поиграть, если тебе понравилась Little Nightmares. Blair Witch Здесь частный детектив отправляется на поиски пропавшего мальчика. Однако вскоре вокруг начинает твориться какая-то чертовщина. Дорога полная скримеров и галлюцинаций приводит героя в дом ведьмы. Игра получилась не идеальной, местами неровной, а в некоторых аспектах откровенно разочаровывающей. Тем не менее, авторы хорошо поработали над атмосферой и окружением. Эффект присутствия в заколдованном лесу стопроцентный. Игра основана на фильме, но идет гораздо дальше и расширяет его лор. Это одна из наиболее сильных ее сторон. Частично благодаря лучшему сюжету, а также естественно более глубокому погружению в действие игры. Мор 2 Это психологическая игра на выживание, действие которой разворачивается в мрачном городке, в котором бушует чума. Прибывшему герою предстоит не только остановить эпидемию, но и разгадать тайны этого места. Мор не указывает, как играть. Вместо этого игра опускает нас на все четыре стороны и заставляет самостоятельно разобраться в происходящем. Герою предстоит общаться с жителями, изучать окрестности и принимать трудные решения. Причем это игра на время, где на все про все выделено около 10 игровых дней. И не важно, что ты будешь или не будешь делать, по окончанию времени игра закончится в любом случае. Hellpoint Souls-like RPG в научно-фантастическом сеттинге. Сюжет разворачивается на космической станции, которая вращается вокруг черной дыры. Нам предстоит исследовать станцию и выяснить, что стало причиной катастрофы, в результате которой пробудились древние боги. В игре присутствует отличная атмосфера. Космос, огромная мертвая станция и мистика. Еще порадует огромное разнообразие противников. Большие запутанные локации со спрятанным лутом. И приятная графика. А на этом у меня все. Не забудь поставить лайк и подписаться. Здесь тебя ждет еще много интересного. А еще, если тебе нравится моя озвучка, заглядывай на мой личный аниме канал. Буду всех ждать. А для вас вещал канал Image Game. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok